Проект закона о патентной системе налогообложения и внесении изменений в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Именно эти первые два вопроса в повестке дня вызвали бурную полуторачасовую дискуссию. Представляя оба этих законопроекта, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба пояснил, что патентная налоговая система призвана упрощать налоговое администрирование. В первую очередь предусматривается то, что плательщики данного вида налогов, они будут по упрощенной системе уплачивать налоги, а именно не будут вести бухгалтерскую отчетность, представлять бухгалтерский отчет в налоговые органы. Также введение уплаты патента заменяет собой уплаты других видов налогов, которые изложены. Председатель профильного парламентского комитета Наталья Смыр подчеркнула, что на заседании комитета законопроект обсуждался дважды. Депутат объяснила, что с внедрением новой системы налогообложения ставка выплат для предпринимателей не повысится. Я хочу заверить всех коллег и депутатов, в частности наших, что речь о повышении ставок не будет. Да, здесь внедряется новая система налогообложения и будут приняты новые ставки. Но я хочу сказать, что ко второму чтению мы будем достаточно углубленно, четко, жестко рассматривать именно процентные ставки по тому, как будет вестись учет налогообложения. Министр экономики Адгур Ардземба отметил, что в перспективе патентная система налогообложения даст возможность собрать в один пакет все разрешительные документы, что значительно облегчит жизнь предпринимателей. Если говорить конкретно о патентной системе, то в перспективе мы можем говорить, допустим, для тех, кто занимается перевозкой пассажиров или иных видов деятельности, для осуществления которых нужны дополнительные разрешительные документы, лицензии или иные какие-то документы, мы можем, в принципе, все это собрать в один документ и наличие патента будет подразумевать под собой наличие всех остальных разрешительных документов, что упростит, в принципе, жизнь предпринимателя. Это если говорить концептуально. Что касается второй части, озвученных, уважаемые депутаты, вопросов, в части повышения конкретных ставок. Здесь позиция Министерства экономики, она отражена в нашем заключении. И первое комитетское заседание, и второе комитетское заседание, и потом были проведены соответствующие совещания. И здесь, сегодня в выступлениях мы слышим о том, что ставки повышать мы не будем. За принятие первого законопроекта о патентной системе налогообложения проголосовали 26 депутатов. Четверо против, один воздержался. За внесение изменений в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности проголосовало 25 депутатов. Пять против, двое воздержались. Оба законопроекта приняты в первом чтении. Парламентарии единогласные в окончательном чтении решили внести изменения в закон о государственных наградах и почетных званиях Абхазии. Законопроект предусматривает введение нового почетного звания «Заслуженный спасатель Абхазии», которое распространяется на сотрудников МЧС Абхазии со сроком службы от 15 лет и выше. За законопроект представлен Дмитрием Шамбо о внесении изменений в некоторые законодательные акты республики в сфере административного правонарушения депутаты проголосовали единогласно. Дмитрий Шамбо отметил, что проект закона направлен на преодоление существующего законодательного пробела в установлении применения мер административного взыскания при нарушении правил плавания, правил эксплуатации и управления судами. Благодаря этому законопроекту будут установлены меры административного воздействия к таким нарушителям. Кроме того, повышаются ставки штрафных санкций, а за нарушение противопожарной безопасности на судах. В первом чтении приняты и отправлены на доработку законопроекта внесения изменений в законы государственной пошлины. Поправки в основном технические. В порядке законодательной инициативы Табагу Аббаталовым Ивановичем было предложено внести изменения в закон о государственной пошлине. Речь идет, проект у всех коллег у вас на руках, речь идет буквально об установлении верхнего предела взимания госпошлины, где сумма иска превышает 500 тысяч рублей. То есть сумма иска, которая превышает свыше 500 тысяч, взимается сумма полтора процента, но не выше, не более 100 тысяч рублей. Это очень, просто это какой-то технический такой момент был упущен. В первом чтении были приняты постановления о даче согласия администрации Чемчирского района на предоставление 60 гектаров земли в селе Элыра Чемчирского района фирме «Кастер» под производство бахчевых культур, а также о даче согласия правительства о предоставлении земельного участка площадью 1,24 гектара в городе Ачемчиро в фирме «Самшит-555» под строительство курортно-оздоровительного комплекса и лодочной станции с причалом. Объект завершен и сдан в эксплуатацию. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.